Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. И в этом выпуске я хочу вам показать и рассказать о самом ходовом, годном и реально более-менее качественном инструментом, которым я пользуюсь уже не первый год и всё это дело я покупал на Алиэкспресс. А тем более у нас сейчас сочные скидки, идёт чёрная пятница и можно много разных интересных штук урывать по дешману. Поэтому присаживайтесь поудобнее и поехали! Ну и давайте начнём с самого ходового, прям реально, от чего я кайфую. Это вот такие интересные винтовые свёрла. Друзья, свёрла предназначены для дерева, у меня есть разные диаметры. Можно, конечно, купить популярных брендов в своём магазине, но, к сожалению, у них ценник космос. Покупая на Алиэкспресс для дома, для ремонта, для стройки, для домашнего хозяйства, эти свёрла справляются на 5 с плюсом. И у них есть очень интересная фишка. Во-первых, хвостовик подходит под импакт, под винтовёрт. Ну и также можно вставлять шуруповёрт. И самая главная фича в этих девайсах, это в том, что работая с таким сверлом, не надо толкать инструмент. Главное, просто его держать и желательно не упустить. Потому что свёрла нарезают отверстия просто самоходно. И ты, по сути, только нажимаешь на кнопку инструмента. На все товары, друзья, будут ссылки в описании. Переходите, посмотрите. И я уверен, каждый для себя найдёт много чего интересного. Следующие две насадочки. Одной уже 4 года. Это универсальная насадка. Можно сжимать, как болты под разный диаметр. Влезают до 19 диаметра. Также пользоваться можно как под шуруповёрт, так и под винтовёрт. Насадки, как я уже сказал, больше 4 лет. Я с помощью этой насадки строил мастерскую, загонял глухари в доску. И до сих пор она у меня живёт. Пользуюсь редко, но иметь в своём арсенале такую штучку, я думаю, стоит каждому. И также касается угловой насадки. Тоже пользовался всего раз в 10, наверное, за пару лет. Но порой, даже закручивая доску в угловую стойку дома для внутренней отделки, такой угловой механизм очень выручает. Пользуясь случаем, хочу передать привет доброму мастеру. Он как-то показывал вот такие коралловые диски. Я себе взял таких пару штук. Один у меня новенький, второй стоит на болгарочке. И могу сказать, смело он оказался реально прав. Потому что счищают ржавчину вот эти коралловые диски шлифовальные. Очень даже хорошо. Тоже ссылки будут в описании. Могу смело рекомендовать. Так что ими реально удобно работать. Удлинители. Есть много разных битодержателей. Во-первых, хочу вам дать совет. Именно такой, чтобы покупая любой битодержатель, он должен быть с удерживающим механизмом. То есть, помимо того, что вы просто вставляете маленькую битку в битодержатель и начинаете им работать, то, вкручивая саморезы, я думаю, почти каждый сталкивался с такой ситуацией, закручивая саморез, у вас битка остается в саморезе, а битодержатель в инструменте, в шуруповерте или в винтоверте. Поэтому советую вам покупать с фиксатором, то есть магнитные держатели. А лучше взять сразу вот такой наборчик из разных трех видов удлинителей. Также они идут с магнитным держателем и с фиксатором. Самыми пользуюсь, выручают просто на ура. Возвращаясь к сверлам. Если вы работаете много с доской, занимаетесь столяркой, то я себе прикупил вот такие интересные сверла сразу с зенковкой. То есть, удобно делать отверстия. Можно вставлять разные диаметры, подходящие под посадочное отверстие сверлышко, регулировать с помощью шестигранничка глубина и сразу засверливать все заготовки и делать зенковку, чтобы утопить саморез. Также в моем наборе есть вот такие переходнички. Они подходят под импакт, под винтоверт, под шуруповерт. И можно насаживать любую головку его набора инструментов. То есть, это очень удобно. Нужно работать с гайками. Я разбирал, помню, в том году реставрировал прицеп. Много было гаек на 12, на 14, на 17. Просто меняем насадку, устанавливаем нужную головку, вставляем шуруповерт и работаем. То есть, не надо крутить обычной трещоткой, терять на это время. Силой достаточно просто воспользоваться вот такими тремя переходничками. Они стоят реально копейки. Можете зайти сами убедиться. И отлично будут вручать. Если мы работаем с металлом, это такие фрезы. У меня их штучек 7 разных диаметров. Фрезы сверлят довольно отлично. Маленькие удобные штуки. Это штангенциркуль. Хоть у меня уже и разбит немножко экранчик, но он все еще работает, показывает. Удобный цифровой батарейка. До сих пор не села, ни разу не менял. Удобно работать с металлом, чертить, замерять. Ну и также магнитная указка. В основном она лежит всегда в автомобиле, потому что бывает, какую гайку начинаешь откручивать, она как на защиту упадет, чтобы не искать, не лазить, не ловить ее пальцами. Достаточно просто взять магнитную указку и спокойно достать. Держит довольно хорошо. Вот вам переходничок. То есть магнит работает на ураг. Можно поднимать даже сверла. То есть магнит довольно хороший. Стоит вроде 100 рублей. То есть такой девайс, который, ну, по сути, пользуешься редко, но приятно, что он у тебя есть в арсенале, потому что можно выполнить какую поставленную задачу. Также хочу отметить, я фанат винтовых сверл. То есть в этот раз у меня до сих пор живой наборчик из трех винтовых сверл, потому что покупая по одному, порой ты думаешь, блин, длинные, не залезь, было бы покороче. И теперь всегда беру по три штучки. Винтовые сверла с Алиэкспресс недорогие, тем более сейчас идет скидочка, плюс такой чехольчик, то есть они всегда в нем не валяются по разным ящикам, и их не надо искать. Ну и напоследок, самый сок, ну как самый сок, я им пользуюсь. Это разный инструмент Фискарс. Его можно найти и в своем магазине, и в разных сетевых магазинах. Но учитывая, что сейчас черная пятница, на Алиэкспресс можно купить намного дешевле. Начну это с рабочих перчаток. С перчатками я гоняю уже почти год. Сейчас стал редко покупать вот эти одноразовые перчатки, там по 30-50 рублей, которые ты одел. Там у тебя нитка из рукава потянулась, там не знаю, в краску залез, она засохла, все можно выкинуть. А вот с такими перчатками одну пару я, конечно, сжег сваркой, то есть, а вторую вот таскаю до сих пор, пальцы уже протерлись. Когда работаю с деревом, с металлом, то есть, перчатки спасают, ну ура, они двуслойные, на резинках, то есть, ничего не залетает, и довольно живучие, скажем так. Ножик, ножик, которым пользуюсь до сих пор, он уже весь покоцанный, ножу два года, но он лежит у меня в автомобиле, наточен хорошо. В пластиковом чехле на Алиэкспресс в два раза дешевле, а качество одно и то же. Конечно же, это небольшие топорики в виде колунов, один побольше для дома, один поменьше, это с собой, походный я его называю, всегда лежит в автомобиле, наколоть дров, нарубить, растопить, разжечь мангал, поставить костерчик, печку под казан, сам казан, плов, уха, короче, можно перечитать бесконечно. Опять же, на Алиэкспресс это намного дешевле. Ну и также имеется садовая пилка, то есть у нас есть небольшие деревья, то есть мы всегда подрезаем, можно также с собой в лес взять, нарезать разных палочек, сделать лук, сделать томогавк, сделать небольшие шпажки, то есть, да и просто в хозяйстве такой инструмент, я думаю, всегда пригодится. В принципе, друзья, вот так, кратенькое видео с подробным рассказом о всех девайсах, я всем этим пользуюсь, я могу их смело рекомендовать, потому что свои деньги они полностью отбивают. Пишите вопросы, пишите комменты, у кого что есть, кто чем пользуется, вдруг у кого-то что-то еще интересней, поставьте лайк этому видео и обязательно спускайтесь под видео, переходите по ссылкам и забирайте быстрее, пока у нас сочные цены. Всем добра, удачи, позитива, всем пока-пока.